всем привет это дмитрий титов и вы находитесь на канале кроссовки нет меня частенько спрашивают о том что я предпочитаю использовать в качестве повседневки и это несмотря на то что у меня есть инстаграм который я достаточно регулярно обновляю и в котором демонстрирую собственные анфитные снимки но я понимаю что данная тема актуальна и особенно актуальна на сейчас когда на основную территорию нашей страны начинает приходить теплая погода именно поэтому сегодня я решил поговорить о лучших пяти кроссовках для повседневки которые входят в мою ротацию но перед началом я должен проговорить три момента первый из них в качестве повседневок я всегда таскаю баскетбольные кроссовки и это независимо от погоды ну и исходя из этого вытекает второй момент посредственная циркуляция воздуха друзья из-за плохой вентиляции в кроссовках я не парюсь от слова совсем знаю что для многих из вас данный критерий существенен и если это так то мой сегодняшний топ абсолютно точно не для вас ведь большинство представленных в нем моделей в той или степени страдают данным недугом но как я сказал ранее меня это не парит ну и наконец третий момент связан он с немалым весом и как вы наверное догадались в лайфстайловой обуви он также не особенно меня заботит ребят данный топ весьма специфичен как собственно и мой вкус учитывайте это если вдруг в какой-то момент вас начнет подбамбливать ведь я никого не планировал оскорбить и уж точно обидеть но вообще довольно слов погнали смотреть открывают сегодняшний топ абсолютно обожаемые мной во всех смыслах баскетбольной кроссовки ребок шакнозис по которым как вы знаете я делал вот этот свой подробный обзор в своих шакнозисах я прошел огонь воду и медные трубы я побывал в них в разных странах на разных континентах прошагал невероятные дистанции вот и в последнюю свою поездку в москву и калининград в которой я встретился с некоторыми из вас и в которой я отшагал более сотни километров я также решил взять именно их почему да потому что шакнозисы невероятно комфортный и очень надежные кроссовки ведь несмотря на всю ту нагрузку которую они пережили с 2015 года они не только еще живы но и очень даже здравствует нет ну понятное дело им досталось но у меня про запас есть еще одна их пара того же самого релиза скопление натуральной кожи и приятного ноутбука делают их носками и живучими а комфорт добавляет тонна набивки которая так не свойственно игровым моделям наших дней абсолютно неудивительно что эти легендарные кроссовки оказались достойными попадания сегодняшний топ местом ниже я расположил не менее легендарную модель прошлых лет баскетбольной кроссовки adidas crazy 8 сколько же баталий на уличных покрытиях пережили эти безумные восьмерки это пожалуй самое неубиваемые из известных мне моделей баскетбольных кроссовок что и неудивительно ведь во внешке большинства классических ее расцветок мы имеем высокотехнологичную плотную кожу и крутой лак который уж точно не подведут но помимо этого crazy 8 еще и чертовски стильные и не менее комфортные для повседневной носки кроссовки и пусть в игровом плане им не хватает амортизации но когда ты не носишься как безумный по паркету высокого гашения нагрузок и не требуется это подтверждает мои многочисленные и много километровые тесты восьмерок во время многочисленных поездок и одному богу известно сколько еще испытаний им было уготовано пережить но так получилось что во время одной из поездок я по запаре оставил их в поезде это очень печальная история которая когда-нибудь вам непременно поведаю так или иначе я не вешаю нос ведь моей коллекции есть парочка классических расцветок этих культовых баскетбольных кроссовок которые только ждут того момента когда уже я их расчехлю но пока они ждут переходим к тройке финалистов на третьем месте расположились еще одни знаменитые кроссовки из далекого прошлого это фило 95 признаюсь изначально не самая моя любимая модель наверное потому что я ошибочно ассоциировал эти кроссы с травмами гранта помню что я покупал лот из двух пар вторых камикадзе третьей парой в котором в качестве довеска как раз и были эти филы как ни странно но в отличие от тех же камикадзе которые из-за своей дубовости пылятся на складе именно филы я полюбил всей душой их внешка это сочетание приятной кожи и материала филобук напоминающий обычный нубук мне они очень нравятся в своей классической расцветки но альтернативная их версия которая продается в нашей группе вк также чертовски неплоха ссылка будет в описании под видео как видите сейчас эти филы начали уставать но я обязательно наведу в них порядок ведь как говорится друзей в виде не бросают по поводу их уставшего состояния это и неудивительно ведь я давал этим 95 запредельные нагрузки за годы жесткой эксплуатации они побывали в разных странах и в них я отшагал огромные дистанции как сейчас помню наш супругой 30 километровый променад по берегу нормандии когда мы не успели на последний автобус в трувиль это было мощно но кроссовки справились я дико люблю этих стариков оттого и прописываю их на третью строчку топа серебро получает легендарные баскетбольные кроссовки air jordan 3 которые такое ощущение что были буквально созданы для повседневной носки нет но понятное дело созданы они были вот для этого но сейчас когда в игровом плане они несколько устарели морально на первый план выходит их повседневное использование эти трешки невероятно комфортны на ноге гуляя в них можно прошагать десятки километров абсолютно не переживая о том как перенесут это ноги третьи номерные точно перенесут ведь благодаря использованию качественных материалов задействованы в большинстве классических версий кроссовки должны и будут служить достаточно долго жаль что у меня их больше нет но рано или поздно я исправлю это досадное недоразумение но пока суть до дела они зарабатывают мой респект и сегодняшнее серебро на первую строчку я мог разместить их и только их речь о кроссовках на все времена либо question mid описать словами мою любовь к этим кроссовкам просто невозможно и тем не менее я попытался это сделать вот в этом своем обзоре на канале именно их в последнее время я ношу довольно оригинально не затягивая и делая узлы на шнуровке создавая ощущение развязанных кроссовок не знаю почему но эта фишка у меня именно с вопросниками как и с предыдущими участниками топов в еще нет я отходил какие-то неприличные расстояния в разных уголках света а также в разных климатических и дорожных условиях и всегда абсолютно всегда эти бэтбой меня не подводили несмотря на свои немалые габариты на ногах они ощущаются такими же комфортными как домашние тапочки уверен счастливые обладатели вопросников не дадут мне соврать а благодаря действительно крутой натуральной кожи и особенностям дизайна эти кроссовки получились еще и неубиваемыми наверное именно поэтому либо question me стали для меня самой любимой лайфстайловой моделью ребят это был мой топ лучших кроссовок для повседневки который как мы могли заметить попали исключительно баскетбольные модели прошлого да почти все они массивные и без вентиляции но абсолютно каждому из них подходит определение а еще всех их отличает один полезный момент вот представляете идете вы такие красивые мимо своей площадке а там ваши ребят которые говорят о чувак давай по-быстрому сыграем партейку ведь грехом откажешь так вот абсолютно каждая из представленных сегодня пар для подобного вполне сгодится есть у американцев славная поговорка looks good feels good возможно все дело в этом но я честно не любитель носить ничего кроме классических игровых моделей прошлых лет пусть и не часто но время от времени я даю предпочтение и современным кроссовкам но это скорее исключение из правил я уверен вы догадались что в моей ротации намного больше кроссовок чем те о которых я рассказал сегодня поэтому если вам интересно увидеть продолжение ставьте палец вверх и напишите что-нибудь в стиле давай продолжение 200 комментов полторы тысячи лайков и я обещаю им заняться в этой части ролика я традиционно благодарю всех кто досмотрел его до конца и напоминаю о важности подписки ведь это очень поможет моему каналу ребят всем вам удачи и увидимся удачи